с уголки помню я всегда здесь кукла понятно что мы вот так с вами выделяем зоны челки 4 пальца или посередине весь головка маленькая поэтому я вот так схематически дальше мы волосы выделяем ну вот таким вот можно сказать овалом если вы так посмотрите то есть вот мы по окружности не по окружности а вот выделяем таким образом чтобы некоторое количество волос по окружности головы оставлять то есть это будет на затылочной части ну сантиметров не знаю здесь опять же маленькая голова посмотрите по клиентам вообще на самом деле гитнул сантиметров 5 мы оставляем на окружности головы это что касается затылочной части височной части у нас остается часть теменной немножко и височной значит завязываем хвост на том участке который вы отделили смотрите как этот хвост он должен быть таким вот образом ну вот вы смотрите в профиль на человека да то есть вот у человека допустим там уши да допустим вершина уха ну вот чуть-чуть вершины уха то есть у вас по идее ну вот вот если вот так вот проведете по подбородку чтобы вот была такая линия потому что вы представьте что у вас будет здесь вниз ниже не отпускайте потому что у вас опять же представляете что здесь будет какая-то форма которую вам нужно будет закрывать волосами чтобы это было и не очень высоко и не очень низко потому что это не низкий пучок теперь с хвостом мы работаем с вами позже хвост завязывайте так невидимками и резиночкой значит хвост с хвостом пока не работаем хвост мы убираем теперь на самом деле все не сложно я вот сложной формы не стала всегда нет просто не жалко что не получается а вот это я вот это все если вы мне дадите буду признать у меня нет ни одной шпильки значит смотрите у нас вот здесь две части вот в принципе вот эта часть нижняя затылочная ее можно поделить эти волосы на две части если хотите если очень густые волосы очень густые вы можете эти две части в чем смысл вот этого всего мы должны вот этими частями прикрыть вот эту часть волос и если нам что-то нужно сделать какой-то объем мы должны вытянуть вот из этих волос какой-то объем сделать например там какие-то ребра или что вы хотите помните как мы ребра делали да то есть например вот мы если возьмем предположим сейчас небольшое количество волос хорошо подчисываем дальше мы их вот так вот перекручиваем слегка и прикладываем к тому месту где мы будем их крепить и таким вот образом вытягиваем когда например нас все уставят мы можем также шпилечкой подкрепить пока как мы с вами обычно сначала наживляем да потом допустим что-то мы с вами делаем какие-то там манипуляции вытаскиваем что нам понравится тоненькие какие-то ребра волны как хотите когда нам все нравится мы это все закрепляем закрепляем таким образом закрепляем в основании хвоста дело в том что в принципе вот можно так сделать а можно например одну часть завести сюда а вторую завести туда а привет 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 это я это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто если мы все в хвост соберем, оно немножко не так будет смотреться. Нам нужно то, чтобы все равно как-то более-менее какой-то обмен был. Так, вот эти все хвосты, которые нам не нужны, мы все убираем их к хвосту. Сейчас я не буду дальше... Невятенькую сочиную... Все вот это наверх. Нам сейчас все не нужно. Здесь можно подтянуть... Теперь у нас есть вот эти две части. Две височные. Мы можем их разделить на несколько частей, но как захотите, как посчитаете нужным. Одна, конечно, будет очень много, поэтому мы их вот здесь поделим на две части. И будем точно так же подкалывать вот к этому хвосту. Их подтягиваете. И то же самое делаете. То же самое подкручиваете. Немножко вытягиваете. И подхватываете вот к этому... К основанию вот этого хвоста. Сначала можно так же тоже немножечко шпилькой подхватить. Сделать вот какую-то капельку. Или вытянуть, например, волосы. Если вы хотите, чтобы у вас у лица там висели какие-то штучки. Если, например, у вас все устраивает, то вы можете убрать шпильку. Или шпилькой это все подхалывать. Или, допустим, невидимкой. Убрали вот это опять в хвост. И виск также. Так же подкрутили. Немножко вытянем. К тебе прицепилась. Вот, если все устраивает, то можете либо туда шпильку затолкать, либо невидимкой подхалывать. То есть невидимку мы открываем. И в основание хвоста вставляем. Хвостики опять же наверх. Они нам пока не нужны. Посмотрели, чтобы у вас было все симметрично. Если что-то где-то надо вытянуть, то вы вытягиваете. Если где-то что-то подобрать, то вы подбираете. Подбираете, вставляете шпильку. И вот так вот, как иголочки, штукаете место, которое вы хотите подобрать. И в основании головы. Единственное, что, конечно, если прическа на продажу, то шпильки будут у нас другого цвета. Так, и вот эту часть точно так же. Мисочную, наверх. Посмотрите, вот у нас осталось вот это все. Попустите, с хвостиком. Попустите, с хвостиком. Вот таким вот образом, наверх, чтобы был какой-то объем. И вот так берете. Подхватывается. Либо вот так вот пальчиком подхватываете, туда вставляете невидимку. Либо просто точно так же можете перекрутить, слегка просто сделать, или так вот вытянуть. И точно так же на шпильку туда посвести. Ну, дальше у вас там все равно, вы подумаете, как это будет красиво, как это технически. И здесь точно такая же история. Тоже можете либо сделать побольше объем, вот таким вот образом, на пальчик накрутили, и сюда подкололи. Или просто не заморачивайте, слегка подкрутили, вытянули. И опять же, к основанию хвоста тоже. Так, у нас вот образуется хвост. Такой все больше и больше. Даже все вот эти волосы, которые мы все захватили по окружности, они все у нас уходят вот в этот хвост. Вот, теперь смотрите, может быть здесь кому-то будет не нужна форма, но я, например, сюда маленький кусочек всегда чего-то кладу, для того, чтобы потом, когда впоследствии будем элементы сюда крепить, просто легко крепиться. Поэтому не обязательно делать какое-то большое. Если волос мало, но они коротенькие, там не коротенькие, а такие жидкие и мало, то хочется сделать объем, тогда можно и побольше формы. Самое главное, чтобы закрыть. Вот, а как бы если волос, например, волос хватает, то можно просто, чтобы себе помочь. То есть мы небольшую такую, такую небольшую форму можем сделать. Также крепим форму, как и в низком пучке, невидимку за форму и за основание. Также за форму и за основание. Можно поменьше даже невидимки, если есть какие-то 40-миллиметровые. Они полегче туда войдут. Если есть маленькие шпильки, можно маленькими шпильчиками просто. У вас есть определенная основа. Теперь ваша задача будет закрыть вот эту основу и положить вот эту вот челку. Как мы это делаем? То есть челку мы делаем по желанию клиента, то есть как вы хотите. Если вам нужен здесь какой-то объем, то вы, естественно, это все начесываете. Вы это немножко все подчесываете, как мы с вами подчесываем, если помните. Берем небольшую прядь сначала, ту, которую мы не начесываем. Откидываем ее. А следующие пряди начесываем. Сбрызгиваем лаком для того, чтобы у нас расческа, сцепление с лосами было в расческе. Придерживаем прядь и начесываем таким вот образом. Прибиваем. Высоко не делаем, потому что нам не обязательно, чтобы это была такая очень высокая прическа. но если кому-то надо повыше, то есть можете не повыше. То есть помните, что высота начеса это высота прически. Все зависит от того, зачем все это делаем. Вот. И таким образом можете все начесать. Обратно возвращаете. Видите все вот эти ваши волосы челку. И перекручиваете вот так. Дальше распределяете вот эти волосы по тому месту, где вам нужно это закрыть. И вот здесь закалываете шпильками или невиденьками. Ну, смотрите, естественно, в зеркало на клеенку, чтобы у него здесь вот не было никаких бугрок, чтобы было все очень аккуратно. Убираете вот это все на шпильку или невиденьку. Вот что у нас теперь. А теперь у нас вот этот хвост, которым нам нужно с вами закрыть вот эту форму. Если очень много волос, мы можем поделить на три части. Если волос мало, то мы можем поделить всего лишь на две части. Вот. И здесь самое интересное, то, что вы любите, это жгуты, растяжки. То есть вот у вас три части. Вы поделили каждую, там, допустим, каждую прядь поделили на еще две пряди и вспомнили жгуты. Да? Дальше вы вот это вот растягиваете. Берете шпильку. И вот таким вот образом, пока наживляется, так же, как вы делали хвост, низкий пучок, вы закрывали форму. Все делаете то же самое. Просто закрываете вот эту форму. непонятно, что волосы куклам, а у человека будет лучше всего. здесь делаете то же самое. Тоже вот так вот. Вспоминаю тоже гуд. И вот так и будет. Я вам просто это так наживляю, а вы красивой делаете. Держу, мучка, у вас все получится. Нет, на самом деле, вот как раз вот это все очень просто. Вот у кого там в прошлый раз не получилось, то есть вот здесь как раз очень небольшая форма, которую вы просто вот таким вот образом закроете. Все хвостики все убираете вот в эту форму, вот сюда, все, что там, докручиваете, все, что не докручиваете, какие-то концы, прячете, чтобы ничего не было. Допустим. И здесь то же самое делаете. Тоже берете жгут и красиво вытягиваете сначала жгут, это красиво, а потом его сюда сажают. Также жгутом закрываете вот эту форму. В общем, все, что у вас было, закрываете жгутиками, растяжкой и жгутиками, растяжкой и жгутиками. Смысл понятен? Все очень просто. Приступаем.